Дорожный знак 3.27. Остановка запрещена. Указывает на участок дороги, где нельзя останавливать автомобили. Также здесь автоматически запрещена их парковка. По закону. В реальной же жизни новоренгойские водители постоянно подпирают этот забор, за которым находится скорая помощь. Действие этого знака распространяется вдоль всей прилегающей территории у скорой помощи и заканчивается возле выезда на главную дорогу. Предупреждение о запрете висит и слева, и справа. Но толку, как видите, никакого. Водители не обращают внимания на знаки. А кто-то, как показала беседа, и не в курсе, как правильно трактовать их действия. Ну как, ну здесь же не зона. Ну вот возьмите, вон, знак же он как висит, не знаю откуда. Оттуда же заезжаем. Знак бы как бы висел. Разъясняем. Действие знака регламентирует стрелка. Если она указывает вниз, то запрет на стоянку перед знаком. Если вверх, то за табличкой. Здесь запрещено парковать машины. А где ждать? Ну, знак. Так знак, вон, стрелка, были знаком запрещено. А он же не распространяется сюда? Как я бы за переездом. По словам сотрудников госавтоинспекции, вот вся эта территория подпадает под действие знака. Здесь запрещено парковать машины. Как где же сюда ставить было, когда все было забито? Не в зоне же действия знака парковка запрещена, стоянка. Я поставил, что знака нет, и все. Поэтому... Как нету знака, а это? А ведь все проезд, поэтому... Вот знак. Стрелочка смотрит вниз, значит, по всей этой территории запрещено. Ну, значит, виноват. Вы же водитель, вы же должны знать действие знака. Я даже не ожидал. Если он стоит машины, я оставил. Даже не видели, не обратили внимания, да? Да. У руководства скорой лопнуло терпение. Не в их компетенции заниматься просвещением водителей. Сейчас, пока вы здесь снимаете, выехало около 5-7 машин, да? Движение, что слева, что справа, оно продолжается. Эти машины, вот, ладно, вот эти маленькие машинки, которые стоят и, в принципе, не закрывают обзор. Когда стоят чуть-чуть побольше машины, типа джипа, газели, ну, любая машина чуть побольше, она закрывает обзор. Сегодня мы видим неполный аншлаг, который здесь существует. Обычно здесь аншлаг, что заставлено всё. По словам Вячеслава Куницкого, припаркованные авто мешают работать водителям карет скорой помощи. Закрывая обзор, они увеличивают время выезда, увеличивают возможность дорожно-транспортного происшествия. Движение здесь достаточно интенсивное. И то время, которое мы теряем на то, чтобы выехать просто с территории, выехать до дороги и поехать к пациенту, мы просто теряем стоя и потихонечку продвигаясь к дороге, выглядывая из-за угла, так скажем, авось не попасть в ДТП, авось не попасть в какую-нибудь ситуацию неприятную. Как только патрульная машина отъехала от злосчастного забора, к своим машинам начали выходить и водители. Прятки от штрафа их не спасут. Все авто попали в протокол. За парковку в неположенном месте придётся заплатить полторы тысячи рублей. Госавтоинспекторы регулярно ловят в этом месте нарушителей. За текущий период 2022 года уже более 230 водителей привлечены к ответственности за данный вид нарушения. Одних только штрафов мало считают в скорой. Иначе бы водители не занимались здесь парковочным произволом. В телефонах сотрудников накопилось уже сотни фотографий нарушителей. Путь решения один. Вот как делается в Тюмени, как делается в Екатеринбурге. Есть табличка эвакуации автомобиля. Подъезжает эвакуатор, стоящие автомобили эвакуируются. Всё, вопрос решён. Почему в Тюмени под знаком себе никто не позволяет останавливаться? Либо сидят и охраняют свою машину на предмет эвакуатора. Наблюдал такую ситуацию. У нас почему-то это не работает. Хотя вроде как уже штрафстоянка запущена, эвакуаторы в городе имеются. Почему никто не обращает на это внимания? Штрафстоянка в Новом Уренгое есть. Появилась меньше года назад. А вот с эвакуатором всё непросто. Технической возможности увозить все подряд машины и не повредить их у города до сих пор нет. Причина в отсутствии эвакуатора-манипулятора у подрядчика. Договор на вывоз машин ГИБДД заключила СМУПАД. У нас эвакуатор такой, что он без верхней загрузки. То есть он сам на себя затаскивает автомобиль. Поэтому если техника стоит брошенная, и если она там с коробкой автомат, то это сложно. То есть это может повредить машину. У нас нет своего эвакуатора. Мы заключили договор с организацией, которая нам предоставляет именно вот такой эвакуатор. Если водитель здесь находится на месте, то есть он там может нейтраль поставить, и мы спокойно на себя можем затащить. А если водителя нет, то это сложно. МУПАД планирует обзавестись своим эвакуатором с верхней загрузкой. Недавно были проведены торги, но на них никто не заявился. Когда состоятся следующие, неизвестно. Видимо, пока грозонарушителей не появятся на дорогах нового Оренгоя, и будут водители ставить свой транспорт, где придется. Территория у скорой помощи не единственная. Где у знака эвакуатор и остановка запрещена, всегда стоят машины. Мария Яновская, Евгений Шевченко. Телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.